welcome welcome дорогие друзья ну что же снова с вами виви и у нас как бы все групповая стадия сейчас стартует уже через один день 13 часов и 28 минут а это значит мы можем провести как говорится голосование кто на какой позиции закончит из 16 команд и какой у нас будет плей-офф и так далее правда на нокаут стоишь пока еще голос отдать нельзя потому что как говорится мы еще можем не угадать правильно команды это тот микрофон который будет у нас в матчах когда мы будем их комментировать прямом эфире не пропускаем тоже через один день 13 часов уже 27 минут это все дело произойдет но сейчас давайте по порядку про группу а группу b группа c и группу d почему именно так их расставить с группой а по моему здесь все должно быть предельно очевидно кроме матча ладонь грифины g2 на голову сильнее всех трех команд сами g2 про это много раз говорили да было пару раз какие-то заявки от янка за которым говорил что якобы они играли с азиатами азиаты очень сильная кайса у них но это явно говорил не про грифин потому что грифином пути есть кайса мейнер на ботлайне но чаще грифины пытаются исполнять ability power и пытается как-то играть через своего топера мидера и конечно же лесника команда cloud nine играла с команды g2 уже много раз в этом году и результативность их была крайне низкая против них но а гонконг определенно здесь случайно ну не то чтобы случайно просто мне кажется что если бы все же команде unicorns of love удалось сыграть команды гонконг эти тьют что они бы туда не пробились так что грифины их одолеют и вот мальчик cloud nine грифин я даю предпочтение все же команде cloud nine почему главный тренер команды cloud nine вот почему великолепная подготовка абсолютное отсутствие тренера на данный момент у команды грифин они так и не объявили кто же будет их тренером что же они будут делать теперь в этом чемпионате мира без этого тренера мы с вами не знаем и соответственно они вряд ли смогут хорошо подготовиться команде клуба и конечно же соответственно проиграет эту встречу ну и возможно будет тайбреки с там учет 11 ну и я наверное как cloud nine глор как говорится голосую за них группа b более простая я честно удивился когда увидел что люди сплайсов поставили что они оттуда не выйдут это видимо какой-то знаете внутренний хейт за то что сплайсы прошли команду unicorns of love все значит они не должны пройти дальше ребят ну не надо давайте будем объективными гигабит маринца это вьетнамская команда которая только во вьетнамской лиге хороша это даже не так уж и хороша не в регулярном чемпионате сыграли один с побед 13 один с побед три поражения не 13 групповой стаде когда у них закончился начался плей-офф в нем они победили 3-0 3-0 но победили кого они другие вьетнамские команды там не было европейцев американцев когда дело дошло до риф тревелса все вьетнамские команды сдулись без шансов да и на этом чемпионате ловки и спорт чуть ли не худшими были в своем своей группе что же касается командой джей тим почему их ставлю ниже сплайс именно из-за того что сплайс это команда крепкий орешек который может держать агрессивную игру против противника то есть противники края против нас агрессивно мы защищаемся выходим в лейтгейм и побеждаем а вот джей тим почему же я ставлю выше чем команду гигабит маринс это очень просто джей тим сверх агрессивный коллектив вьетнам тоже сверх агрессивный коллектив только джей тим в этом году не проиграл ни одну карту до сих пор я не думаю что они могут вьетнамцам ее отдать со сплайсами будет более-менее равная борьба но я думаю все же европейская вот это вот тема вы европейские танки вот эти вот одержат победу тем более что у них есть уже опыт игры против команды такого же агрессивного стиля как и unicorns of love ну а фан плюс феникс яркие лидеры здесь чемпион китая номер один команда из китая без шансов должна будет победить их всех и выйти отсюда со статистикой 60 сплассе скорее всего 42 будут джей тим наверно 33 но может быть 42 и тоже перри игровка то есть два матча не проиграет фан 33 до получается какая там статистика 33 у обоих до 42 либо 33 здесь будет так группа c наверно самая сложная группа для определения кроме на на команды клач гейминг и не верю в то что у нее его ребята там до монта смогут дать какой-то бой рояльцам фанатикам и с к т но я верю то что из к это уже приехала четыре дня у них есть на подготовку в европе и сегодня уже второй игровой день они там тренируются уровень подготовки наверняка у команды с к это будет очень высокий они всегда групповую стадию проводят великолепно ну и как говорится готовится самому уже плей-офф заранее так что с к т явно здесь лидеры между матчем фанатике рояльцам я оставлю предпочтение за европейской команды потому что у них есть опыт игры против таких коллективов более того фанатике мне кажется даже сейчас посильнее команды g2 в регулярке были просто им опыт финальной вот этой пятой игры никак не хватало команде фнк они где-то ломались именно в плей-офф и вы помните в регулярке они играют против g2 великолепно ну а рояльцы кто же тут скажет а где же опыт то ну давайте вспомним вместе с вами команду сплайс это по сути те же самые royal never give up только на минималках ну и фанатик никогда с ними не трай хард или оригин это те же самые рояльцы и команда конечно же шальки 04 тоже royal never give up только на минималках и фанатике весь год с ними играли а вот роял опыта игры с такими командами практически не было потому что команда фан плюс феникс хоть играет в агрессивную лигу легенд но они играют и и через брузерских чемпионов они через ability power не уверен что усик готов к этому всему ну и группа д прощать им ликвид я говорю что если туда попадет дамбон я дам предпочтение команде дамбон а между махчим индекс гейминг этим ликвид я повторю слова которые вчера например видео говорил джет он сказал что я не могу на этой цитирую я не могу поверить в то что команда мирового уровня имеет виду он конечно же команду и никто с гейминг чемпион мира может не подготовиться к команде тем ликвид у тем ликвид был только козырь их сона на ботлайне благодаря которому они прошли плей-офф на мс а а вспомните как на и мы сайт было сыграно первая часть турнира в первую часть турнира команда тем ликвид получала бан постоянно юми получала бан постоянно соны и что она дальше делала ничего ничего она делать не могла быть команда инвиктор с гений так что инвиктор здесь стабильное второе первое дамбоны но аэшкию здесь туристами будут к сожалению выйти из этой группы у лмс явно не должно быть как у команды клатч гейминг здесь но это все как говорится мысли как будет на самом деле увидим через один час 13 минут и 21 минуту приходите на прямые эфиры надеюсь микрофон будет более-менее нормально работать надеюсь интернетом тоже будет более-менее все хорошо но если нет будем думать как исправить все на следующий день у нас будет три игровых дня отсюда из чехии я буду проводить 15 числа я уже приеду в ригу и уже буду проводить своих домашних условиях так что там будет все по старинке но если вам нравится этот микрофон ставьте лайк а куда музыка делась это видимо интернет отрубился давайте пора закругляться пока пока ставьте лайки подписывайтесь на канал чтобы ничего не пропустить